Всем привет! Это канал Весна в саду и с вами я, Вероника. Сегодня я вам покажу свою испортившуюся пеларгонию. Мы рассмотрим факторы, которые могли бы влиять на генетические мутации растения. И вы сами определите, что же это, сорт или спорт. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начну с того, какие факторы могли бы влиять на генетические мутации растения. Еще в том году я выращивала герань бабушкиным способом. Это как, вы спросите? А вот так. Летом на улице, а зимой в комнате на подоконнике при температуре плюс 25 градусов. До весны процентов 15-20 не доживала. Но меня это устраивало. Возможно, такие стрессовые ситуации, когда растение выращивается без периода покоя, и привели к генетическим мутациям. Но что не делается все к лучшему. Поэтому на данный момент в моей коллекции свыше 20 сортов пеларгонии. Давайте посмотрим, как выглядит мой спорт сегодня. Обратите внимание, вот такие цветочки. Цветоносов много. И, пожалуй, поговорим о достоинствах и недостатках данного спорта. Вот посмотрите, я тут обрезала цветоносы. Считаю недостатком то, что цветочки засыхают неравномерно. С центра, начиная с центра, к краям. Посмотрите, как некрасиво такие цветоносы. И вот они все такие. А вот этот первый цветонос, который у меня еще на первом видео. И посмотрите, эти уже засохли, а этот еще живой. И еще из недостатков, особенно здесь явно видно. Видите, цветок находится выше остальных, выше шапки. Вот, посмотрите, обратите внимание. Все цветочки находятся на разном уровне. Считаю это тоже недостатком. У сорта не должно такое быть. Посмотрите. Шапочка растрепанная. Неравномерная. Вот они. Видите? Шапочка вся потрепанная, неравномерная. Из недостатков вкус высокий. И, пожалуй, на этом все. А из достоинств, конечно же, цвет и форма цветов. Ну а вы, как думаете, спорт это или сорт? Может, вы знаете такой сорт, который подходит под описание выше? Если да, напишите мне об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока. Еще, пожалуй, перечислю к достоинствам тот факт, что после засыхания цветов цветы не осыпаются. Осыпались как падла все.